Привет, друзья! С вами Светлана. Понедельник, 4 декабря. Ох, стремительно декабрь бежит-летит. Это будет, наверное, самый быстро летящий месяц. Но, тем не менее, вышивальную неделю я начинаю вместе с началом календарном этой недели. И начать я ее хочу с своего прекрасного фиолетового проекта от РТО. Дерево желаний. Вот такая красота у меня будет когда-нибудь в готовом виде. А сейчас, на данный момент, у меня вышито 8,5% работы. Не так много, но и не так мало. Покажу вам полностью основу. Она вот такая вот прекрасная, принтованная. С обратной стороны, видите, вот такой непрокрашенная. Это белый цвет. Основа цвайгард, нитки ДМС. Значит, что еще? Работа не такая большая. Меньше 20 тысяч крестиков. Конечно, здесь будет много бэка. И мне нравится, что много незашитого пространства, потому что это прекрасная основа. Она, кстати, 16 каунта будет видна. И вся красота на ней тоже будет прекрасно заметна. Значит, сейчас я работаю над девушкой. Как вы видите, еще не вышат у меня стежки бэка. Но тут большой объем вышивки в ее платье. Им, наверное, я и буду заниматься потихоньку. А когда вышлю ноги, спущусь сюда вниз. И там уже будет, собственно, граница нижней работы. Тоже вот так вот все интересно и увлекательно, надеюсь, будет идти. И никаких себе норм не ставлю. Вышиваю по настроению, поскольку основа темная. И 16 каунт это все-таки не 14. Вышиваю, стараюсь, в светлое время суток. Подкладываю светлую основу себе на колени, белую ткань. И благодаря этому вижу отверстие. Потому что темная основа все-таки она дает отпечаток и дает вот этот эффект дополнительной сложности. Но от этого ничем не хуже, потому что вот все вот эти яркие оттенки на фиолетовом смотрятся еще интереснее. Покажу, как забавно выглядит с обратной стороны, да, с изнанки работы. Совсем, да, другое восприятие. Ну, вы видите, да, потому какая изнанка, что здесь есть и такие участки, где мало оттенков. Ну, на платье попроще, там участки побольше и их вышивать полегче. Это вот я говорю сейчас вот об этом, допустим, да, кусочке. И он у меня еще не полностью вышит, там еще есть где поработать. Так что буду работать дальше и покажу вам то, что у меня получится. Итак, спустя 1800 крестиков мы с вами вновь встречаемся. Сейчас моя работа выросла до 17,7, ну, почти 18%. Хотелось мне, конечно, завершить платье, но я понимаю, что, ну, уже не успеваю, времени не так уж и много. А в вечернее время вышивать эту работу мне не всегда удается. Да, я вышиваю и по вечерам, но уже скорости не такие. Сами понимаете, темная основа, она накладывает свои особенности и, соответственно, скорость немножко падает. Хотя, хотя иногда бывает вот под настроение, может быть, или, ну, не знаю, может быть, когда усталость не такая сильная, то и вечером тоже работа идет замечательно. Если честно, я вот думала, что платье у девочки, оно больше оранжевое, вот больше уходит в оранжевое. Но на самом деле, оказывается, вот сейчас вышив уже большую часть платья, я понимаю, что оно все-таки малиновое. Тут и фуксия, и бленды друг с другом есть. И, по сути дела, такие оранжеватые оттенки, они только вот самые такие бросающиеся в глаза. И, видимо, они и создают такое общее впечатление, что платье больше все-таки оранжевое. Но нет, на самом деле, вот эти вот основные цвета, это то, что идет вот в более такой темной части ее платья, ее одежды. Очень интересно сейчас так смотрится. Вот эти вот проплешинки не зашитые еще. Но здесь у меня остался не один цвет, здесь два оттенка еще нужно вышивать. А так я хочу вот один из них дошить, и потом уже, по сути дела, вслепую заполнять пространство. Хотя, ну, тут очень легкая схема, именно что касается платья. Все просто, все логично, логичные участки. И покажу вам вот с обратной стороны здесь светлая основа, насколько по-другому все выглядит. Вот именно даже по цветам. Все-таки, когда вот эти яркие оттенки идут на темно-фиолетовой основе, она такая сложная, такая необычная, и накладывает отпечаток и на эти цвета. Они тоже немножко меняются. И вот на светлом совершенно другая картина. Ну, согласитесь, это вот такая магия основы. Поэтому так важно зачастую подобрать правильную основу для того, чтобы оттенки, которые идут вот в дизайне, они заиграли и уже создавали свою собственную такую мелодию, красок, мелодию, вот эту вот палитру, необыкновенное настроение этого дизайна. В общем, я очень довольна тем, как разработчики этого набора, дизайнер, я не знаю, кто работал, коллектив весь художников, если он там был у РТО. Ну, молодцы ребята, они подобрали, придумали классную основу для этого дизайна. И вот именно для любителей, наверное, таких, как я, фиолетовых оттенков, это вот в самое сердце, в самое яблочко. И игра цвета на этой основе просто завораживает. Вот я сижу, делаю крестики и потом зависаю минуты на две-три просто, я просто кайфую от цвета. Вот от цвета основы, от цвета ниток, от того, как это друг с другом сочетается. Это, знаете, какое-то такое эстетическое удовольствие отдельное, хотя, казалось бы, да, там, как обычно принято на ютубах и во всех ваших инстаграмах и прочих вышивальных местах, где мы обычно вдохновляемся, рукодельницы вдохновляются там тончайшим каким-нибудь французским льном или там какими-то необычными нитками фельдепёрсовыми, где-то там окрашенными, хитро выдуманными. А здесь, казалось бы, вот классика, Цвайгард, простая канва, 16-я, неравномерка даже, тем более не лён. Но как это всё вот за счёт цвета проявляется, нитки тоже классика, ДМС, ну, особо никого этим не удивишь. Но тут вот полностью у меня идёт такой эстетический восторг именно по цветам, потому как всё здесь подобрано. Ну и, конечно, наверное, сама магия этого сюжета меня завораживает, магия дизайна, всё очень и очень нравится. Буду продолжать дальше. Знаете, не ставлю себе цели завершить эту работу до Нового года, я её просто вышиваю в удовольствие. Вот даже сейчас была у меня мысль дошить до 20%, но я понимаю, что, ну, просто у меня уже по времени никак не получается. В ночи шить я не хочу, там уже и другие планы подходят. В общем, я эту работу вот вышиваю именно по вдохновению. Как идёт, так и идёт. Никаких там круглых цифр, ничего такого не буду ставить. До Нового года, после Нового года я её завершу, но это в любом случае произойдёт. И самое главное, это произойдёт с удовольствием. Сегодня я беру в работу свой набор от золотых ручек. Это Дрёма, замечательный котейка, отдыхающий, пока мышки крадут зерно в амбаре. Ну, здесь прекрасно всё. Я уже много раз говорила, что сюжет великолепный. Всё супер, всё мне нравится. 18-я Аида. 29 на 38 сантиметров будет готовая работа. Более 62 тысяч крестиков и 75 цветов. В общем, здесь есть где повеселиться. Ну, и в данный момент я веселюсь вот в этом месте. У меня фронт работы. Вот, зашить полукрестики. Может быть, потом сделать бэк посмотрим. И здесь уже очертание котейки у нас идёт. Ну, Василий, он у меня Васька. По-любому. Дремлющий Васька. И, возможно, вот дальше я уже спущу пяльцы для того, чтобы вышивать котейку. Он такой классный, пушистенький, такой классненький. Пузико хочется его почесать. Ну, котики, котики. Это наше всё. Как же без них? Здесь интересные детали. И бленды есть, и чего тут только нет. И французских узелков у меня. Вот тут уже накручено 500 штук в цветочках. В общем, есть где отвлечься. Даже мышка здесь уже первая есть. Правда, она без бэка. И ещё не все её могут из-за этого увидеть. Но бэк никуда не убежит. Его я по-любому сделаю. Потому что здесь его много. Ну, и бэка я не боюсь. Делаю его с удовольствием. Но чтобы этот бэк делать, мне нужно ещё много-много вышивать. Так что этим я и займусь прямо сейчас. И в скором времени вы увидите, что же я навышиваю. Ну, что ж, я неплохо поработала. И могу вам показать, что у меня получилось. В общем, как вы видите, доделала я полукрест вот этот фоновый. И всё-таки решила приступить к бэку. Если честно, меня немножко он не то, что пугал, не то, что страшил. А как-то мне было вот... Ну, не хотелось им заниматься. Думаю, там сейчас будет всё сложно. Разные цвета, сложения и так далее. Но, как оказалось, я зря опасалась. Ничего подобного. Бэк здесь вышивается очень легко, очень логично. И это было для меня реально приятным сюрпризом. Вот правда. Значит, что касается вот этого садка, да, сети. Здесь вообще всё было очень просто. Я посмотрела по схеме. Вот эти вот протяжённые линии, они вышиваются очень логично. Там каждые вот как бы две клеточки. То есть всё идёт чётко по диагонали. Нигде не надо там высчитывать дополнительно. Ты просто шёл. Я отмечала для себя начальную точку, где вывожу нитку. И конечную, где должна вот закончить линию бэка. Конечно, она у меня здесь прерывистая. Я делала перехваты стежками. Ну, как всегда, я расщепляю нитку чаще всего, когда делаю. Поэтому особых переходов не видно. Вот здесь добавились другие цвета. Но они точно так же шли очень логично. И, ну, всё просто супер. Вот эта сетка сделалась очень быстро. Значит, что ещё интересного? Вот этот бэк на листочке. Вот тут как бы такой вот стебель. Это делается бэк в два сложения блендом. Тёмно-зелёный и светло-зелёный цвет. Соответственно, вот эти вот перехваты иногда видны у меня. Потому что просто, ну, не всегда я могла проколоть предыдущую нитку. Но ничего страшного. Оно тоже всё смотрится, ну, на мой взгляд, органично. Значит, надпись оформилась. Да, уже чётко мы читаем. Милк здесь ничего не предполагается прочитать. Что ещё меня удивило? Когда я сделала стебли на вот этих венчиков цветов, то есть полностью стало логично. Вот эти вот французские узелки, они как бы вышли на передний план. Это тоже очень круто. Вот, знаете, буквально несколько стежков, и у тебя из вот этого месива французских узелков получились вполне себе логичные ветки с соцветиями. Тоже очень круто. Ну и, конечно, мышонок. Здесь у него два французских узелка. Я сделала колониальные узелки, они мне больше нравятся. И вот эти усы. Усы делала без комплексов, просто вот так вот протяжечками. Они не такие уж и длинные. Здесь 18-я основа, и там на 5-6 стежков сделать, в клеточек сделать протяжку, это не так страшно. Но в мышонке есть один момент, это его ушки. Ушки здесь вышиваются дробным бэком. Представляете, зашитая 18-я аида. Ну, это ещё то испытание. Но благо здесь немного этих стежков, и, соответственно, ну, я не мучилась. Правда. Бисерная игла тоненькая и остренькая мне была в помощь. Ну, на баночке вы видите тоже бэк такой логичный. И, наконец, паутинка. Паутинка вышивается вот хоть выглядит белой, но это не белый. Белый цвет вот у мышонка, а здесь такой сероватый. Паутинка вышивалась, наверное, вот для меня нуднее всего, потому что тут нужно было смотреть в схему больше, в отличие от вот этой сетки, да, тут было попроще. Но, тем не менее, тоже всё быстро, логично вышилось. Ну, и вот тут немножко на лопатах бэк тоже был. В общем, что я хочу сказать. Чаще всего мы себе придумываем какие-то сложности, да, исходя из наших каких-то предположений. Вот я тоже смотрела на схему, думала, ой, как много здесь его этого бэка, он разноцветный. А потом просто села и стала делать, поняла, что всё делается быстро, легко, логично, просто замечательно. В этом плане прям вообще. В общем, по итогу я сделала 2000 стежков. Это полукрестики, которые доделала и бэк. Вот, кстати, когда полукрестики у меня все вышились, вот появился объём. Объём в стене, и вот прям доски видны. Стало на передний план вышла вот эта полочка. Очень круто. Вот этот эффект мне тоже понравился. Супер, молодцы дизайнеры. Вот прям, ну, только хорошие слова и похвала. И самое главное, это делалось просто, просто и быстро. И сейчас у меня готовы 16% работы, прям ровненько там с небольшими сотами. И я вышла чуть больше 10 тысяч крестиков в целом на работе. Напомню, что здесь их больше 60 тысяч, но лиха беда начала, уже первая десятка сделана. Это тоже воодушевляет и радует. И радует то, что я теперь могу с лёгким сердцем перемещать пяльцы, а буду я их перемещать вот сюда вниз, пойду к углу. Правда, до угла ещё много. И, скорее всего, я буду вышивать полностью кота. Посмотрим, как оно будет дальше. Но прям вот захватил меня процесс. Стало интересно, когда вот появляются эти детали, уже всё чётко, здорово. И самое главное, я знаю, что мне не нужно возвращаться обратно. Будет вот к этому участку работу. Всё, здесь я всё сделала. Здесь моя совесть чиста. Дальше уже буду вышивать с лёгким сердцем и смотреть, что же получится дальше. А дальше будет однозначно интересно. Продолжаю я свою цветотерапию, мои яркие нитки, яркая основа и сюжет великолепный. Эмил Хилл, Ривьера Хорсес, две лошадки, очень яркие, красивые, позитивные. Тут и птичка намечается. В общем, этот проект я беру снова. Он небольшой, но я его вышиваю понемножку, как будто растягивая удовольствие. Вот сколько вышивается, столько и вышивается. Сейчас готова у меня 38% работы, пока бисер не пришивала, хотя работа у меня полностью помещается в пяльце Нурге номер 3. Вот это замечательно. Могу смело пришивать при желании бисер. Всё, всё супер. И весь сюжет входит. Ну, я, скорее всего, буду продолжать работать с крестиками. Здесь есть, что вышивать. Вот эту часть здесь. Ну, опять же, посмотрим, сколько будет, столько и будет. Лён крупный, 28-й каунт. Это пермин. Ну, вот тот, что в наборе. Напомню, у меня это не набор. Я полностью вышиваю по ключу. Единственное, что будет у меня бисер там варьировать. Замена Тоха, Пресиоса. В общем, не весь Милхилл у меня есть. Далеко, мягко говоря. Но, тем не менее, я думаю, здесь такой сюжет. Здесь есть возможность где-то пофантазировать, что-то заменить, добавить своё. Яркие вот эти оттенки, они нам дают большую свободу для творчества. Да и вообще вот работа с такими сюжетами, мне кажется, она вот нас провоцирует на то, чтобы немножко что-то своё добавлять. Ну, и обычно кто-то имеет такие творческие порывы, души прекрасные порывы, не душат, да. А в основном это творчество у нас сейчас провоцируется дороговизной материалов, как правило, да. Ну, иногда думаешь, чем купить вот эту маленькую упаковку бисера, можно что-то подобрать. В общем, многие творят ещё и для того, чтобы немножко как-то себе упростить жизнь. Ладно, это всё особенности. Мы каждый решаем для себя по-своему. Я вот считаю, ничего зазорного нет в том, чтобы вышивать по ключу, быть рабом ключа, как модно у нас, да, говорить. Это замечательно. И не менее замечательно, когда человек хочет что-то добавлять своё. Самое главное, чтобы это радовало его самого. А уж оценка посторонних людей – это дело десятое. Тем более не все её ожидают, не все её жаждут, и не всем она необходима. Это тоже нужно учитывать, особенно когда мы иногда пытаемся там как-то покритиковать или дать совет непрошенный. Если люди просят, то почему бы и нет. Ладно, как-то я стала философствовать. Ну, с другой стороны, а почему бы и не пофилософствовать, да, если есть желание и возможность. Но я думаю, лучше повышевать, и в следующем эпизоде вы уже увидите, каковы мои успехи в этом проекте. Неплохо я повышевала, и согласно статистике, посмотрела по программе. Этот день у меня самый вышивальный для этой работы. Здесь я сделала 1050 крестиков. Больше у меня не получалось. Как-то у меня эта работа идёт не спеша, но в удовольствие. Обычно 500-700, вот какие-то вот такие цифры. Работа немаленькая, напомню. И, ну, я довольна. Более 51% у меня уже готовы. Экватор пройден. Я даже тут немножко надкусила левый верхний угол. Сделала крестики. Там будут что-то типа солнышка, звёздочек, вот что-то такое тоже красивое. И вышивала я в основном одним цветом, 3807. Вот этот вот такой с лиловым оттенком синий, ближе, наверное, к фиолетовому. Было удобно вышивать, потому что схема такая логичная. И здесь я использовала принцип вышивки по идеальной изнанке. Мне так удобнее, когда я вижу логичную схему. И вот иду, начинаю, вот откуда вы видите, отсюда я вот, по-моему, начала. Всё вышло и потом уже вернулась вначале полукрестиками. И потом уже вернулась прямо вот к тому же месту, откуда и начинала. Почему я говорю принципы использую? Потому что я закрепляю на изнаночной стороне. Мне так удобнее. Я не парюсь о том, чтобы где у меня там спрятать закрепки. Ну, вы видите, что изнанка аккуратная за счёт того, что схема логичная. Здесь нету каких-то там супер-пупер-одиночек. И, соответственно, есть возможность вышивать именно так. Лён крупный, 28-й аккаунт, напомню. Так что всё идёт хорошо, замечательно. Вроде бы, да, вышито много по виду, да. Уже практически вот я дошла до правого нижнего угла. Вообще до низа дошла, вот вверх. Но пока что только чуть больше половины экватора. Тоже вот такой интересный момент. Ну, внутри будет много вышиваться. И ещё, конечно, будет пришиваться бисер. Бисер здесь есть. Он классно выглядит. Кстати, у меня вот подруга Альбина уже завершила эту работу. Показала, похвалилась. И, видимо, вот это мне тоже придаёт дополнительный стимул тоже вышивать. И чтобы у меня тоже была такая красота. Бисер красиво у неё блестит. Но, как я говорила, буду его пришивать уже в завершающем этапе. Довольна я тем, как повышивала. Хотя здесь особого многоцветия не было. Но вот этот цвет очень приятно у меня шёл. Замечательно. Время пролетело с этими лошадками незаметно. Ну, и, наверное, вот эта яркая основа, она всё-таки даёт свои результаты, повышает настроение и добавляет оптимизм. Друзья, я хочу с вами сейчас поделиться. Получила потрясающую посылку. Подарок от Екатерины из Москвы. Здесь рукодельный календарь и не только. Ну, я уже, конечно, всё посмотрела. Ну, теперь с вами уже более подробно мы посмотрим. Вот в такой вот симпатичной папочке ко мне пришёл подарок от Екатерине. И давайте я покажу, что там внутри. Итак, вы видите сладкие подарки, но это очень вкусненький шоколадик. И вот такие замечательные конфетки в жестяных коробочках с нашими городами, с датами основания наших городов. И, как мне сказала Екатерина, потом из этих коробочек получаются классные игольнички. И я обязательно возьму это дело на заметку, магнитик вставлю, и будут вот такие у меня классные игольницы после того, как конфеты уйдут по назначению. Ну и, собственно, вот он календарь рукоделия 2024, вышивка. Он очень-очень вдохновляющий. Вот на обратной стороне здесь есть и автор календаря, и его контакты. Вот вконтакте, собственно, страничка. Автор календаря Анастасия Кухаричева. Здесь все авторы вышивок написаны, кто выполнял на обложках. Ну, давайте смотреть. Вот такие классные изображения. Ну, январь, понятно, Новый год. Это вот просто классика, да? Детишки и магазинчик. Все такое яркое, красивое. Мне понравилось, что здесь каждый месяц какие-то идут праздники. Вот День интроверта, я, например, не знала. День мечтателя, День творчества и вдохновения. Это у нас праздники в январе. А вот, посмотрите, как интересно, что даже незаконченная вышивка, и это гладь. Посмотрите, вот такой вот ягненок миленький. Тоже может быть очень вдохновляющий. Вот такой вот у нас месяц февраль. Здесь тоже есть праздники. Очень интересно. Мне понравился праздник усталых иголок. И 23 февраля День мужского хендмейда. 17 февраля День спонтанного проявления доброты. Очень здорово. Вот такие дни бы нам каждый день. День дарения книг, 14 февраля. Не Валентина, как обычно у нас в календарях бывает. Ну, вот так. Мартовская у нас совушка. Вот такая вот работа гладью. Тоже очень вдохновляющая. И в марте у нас День комплимента. 1 марта. Тоже интересно. Броски. Броски сейчас у нас популярны в рукодельном мире. И, соответственно, тут тоже вот такая красивая фотография. И в апреле у нас День искусства, 15 числа. И День творчества. Такой творческий получается месяц май. Ну, здесь поле с маками. Кстати, да, у нас маки начинают свисти в мае. Где-то по-разному. Вот здесь День бисероплетения. День вышивания на лавочках. Кстати, вот этот праздник я когда-то даже встречала в ВКонтакте. И снова гладь. Это бабочка на вот такой вот нежной основе сеточки. И июнь у нас День вязания на публике. Этот день мы тоже в ВКонтакте у нас появляются фотографии, поздравления. И вот я такой праздник не знала. День ножниц, 15 июня. Ну, тут, конечно, красота. Это Большой Голд от Дименшинс. По-моему, уже снят из производства. Для кого-то это очень желанный набор. Ну, красивый веер японский. Вся эта восточная тематика. И, конечно, красивая фотография. Июль. Интересный праздник. День продевания нити в игру. И День вышивки. Дня вышивок, по-моему, у нас столько много. Ну, в принципе, для вышивающей публики это... Мы можем его праздновать каждый день. Август у нас такой романтичный мальчишка с маяком и парусником. Тоже красивая фотография. И здесь у нас Всемирный день книголюбов. Да, многие вышивальщицы, в том числе и я, любят еще и читать. Читать книжки. Частые бумажные. Так что все в тему. Ну, это узнаваемая работа от Панны. Хоть она здесь и свернута в рулончик, но тоже вдохновляет. Сентябрь. День вязания крючком. Вот, кстати, крючком я вязать не умею. Стала в этом году вязать спицами, но крючок пока не освоила. Все, наверное, впереди. Октябрь. Вот такой котик красивый. Это, по-моему, Ольга Антропова. Да, автор вышивки Ольга Антропова. И, по-моему, она же и дизайнер. Здесь у нас День музыки. 1 сентября. Тоже под музыку мы вышиваем и любим рукодельничать. Милейшая белочка. Тоже, кстати, не закончена. Это фотография процесса. То, что тоже всегда вдохновляет. Ноябрь. Здесь интересно. Ну, конечно, День вышивальщиц, День рукодельниц. Кстати, мы не так давно все это праздновали. А 27-го оказывается День булавок и иголок. Этого я не знала. А вот вышивка гладью и бисером, и камушками на варежках вязаных. Интересно тоже. Это у нас уже декабрь. Холодный месяц. И здесь интересные праздники. День Святой Люсии. Тут нам поясняют, что Святая Люсия покровительница швей и вышивальщиц. День Анфисы рукодельницы. День варежек. Ну, все в тему. И в конце здесь тоже вдохновляющая такая фотография с мускари, нежными тюльпанами весеннее. И трекер вышивания 20-24. Можем отмечать дни, в которые мы вышиваем. Если честно, у меня, наверное, это каждый день. Ну, может быть, в этом году было несколько дней, когда я не вышивала. Но вообще-то так я вышиваю практически каждый день. И здесь уже в конце я вам показывала картинку, да. Вот такой вот классный календарь. Я люблю очень календари. И на этот год я еще себе такой никакой не покупала. Так что теперь у меня будет самый крутой календарь для вышивальщиц, для рукодельниц. То, что нужно для вдохновения. Но помимо этого мне еще Катя прислала милые подарки. Тоже вот такой маленький календарик. Ну, вот здесь я просто вот сразу узнала руку любимого дизайнера и художника Анны Петуновой. Календарик на 2024 год. Кстати, вот такими календариками я всегда пользуюсь. И на каждый год обязательно несколько штук у меня есть в запасе. Потому что они очень удобны мне. Вот такая теперь у меня счетная иголочка появилась. От Шарова Стич. Вот такая милейшая кошачья лапка. У меня не было счетных игол, хотя это вещь нужная. И я уверена, что она мне пригодится. Потому что я частенько отсчитываю начало работы. Бывает у меня и когда нужно отсчитать какое-то место на равномерке и не только. В общем, эта вещь весьма и весьма нужная. Еще одна вещь, о которой я много слышала, но не держала в руках. Это вот магнит от надмагнита. Я уже его рассмотрела полностью. Вот в такой упаковочке он был. Очень красивый. Здесь такой вот переливающийся, как золотой песок. Даже не знаю, видно вам или нет. Замечательный магнит. С обратной стороны такой толстенький, такой крепкий. Я уже его попробовала на работе. Очень хорошо держит. И мне понравилось, с какой любовью здесь описано правило ухода за магнитом. Например, я не знала, что нельзя мочить магнит. Его стирать, купать. В общем, это тоже негативно влияет на сам вот этот вот металл. Очень интересно. Еще жаль, что аромат не передать. Вот такое вот ароматное саше. Очень вкусно пахнет, нежно. Теперь будет у меня радовать меня своим запахом в плотяном шкафу. И вот такой фонарик. Это, друзья, набор от Оксаны Ершовой. Здесь все-все-все есть. Я уже, конечно, посмотрела. И обязательно его начну. Потому что ручки зачесались. У меня начать эту прелесть. Тем более, я ни разу не вышивала такие вещи. Давайте с вами вместе посмотрим. Вот то, что должно получиться. Наверное, вот так правильнее. Обратную сторону я не буду показывать. Там схема и ключ. Далее здесь заготовка. Заготовка для обратной стороны с иголочками для бисера и для ниток. Вот на такой основе я еще ни разу не вышивала. Поэтому мне не терпится попробовать. Вышивка будет небольшая, маленькая, аккуратная. Поэтому все супер. Бисер. Мне очень понравилось, как он здесь в пакетике расфасован. И отдельно для пришивания бисера ниточка выделена. Также органайзер с номерами, который мне потом тоже пригодится. Ниточки здесь ДМС. Это прям вот сразу видно и ощущается. И кисточка тоже входит в комплект. То есть у меня получится то, что здесь вот на картинке, на открытке. Вот такой вот замечательный фонарик. И хотя у меня уже конец недели. У меня сейчас уже вечер субботы. Я надеюсь, что этот фонарик все-таки успею вышить. Начну, может быть, сегодня или завтра утром. Посмотрю, как у меня по времени получится. Но очень и очень хочется начать. Потому что это такая что-то для меня новое. Я, конечно, видела, как девочки вышивают наборы по Оксане Ершовой и по ее схемам. Но самой, конечно, мне интересно попробовать и составить свое мнение. Тем более тут всего столько нового для меня. Огромное спасибо, Катя, тебе за такой приятный сюрприз. За такое настроение действительно предпраздничное. Я уже чувствую близость Нового года. И появляется вот такое вот желание что-то тоже новогоднее сотворить. Собственно, фонарик является прекрасной игрушкой на елку. Да и не только. Просто подвеской будет. Ну ладно, я пойду. Наверное, все-таки его начну. И, надеюсь, скоро вы увидите, что у меня из этого получится. Друзья, сегодня у меня уже воскресенье. И я сегодня занималась вот этим фонариком. Вы знаете, мне очень понравилось. Это мои первые впечатления о наборе от Оксаны Ершовой. Значит, что мне понравилось больше всего, это то, что в этом наборе есть все от и до для того, чтобы вышить и собрать фонарик. То есть здесь, ну, помимо ниток и бисера, которые нужны по ключу и схемы, соответственно, также есть и обратная сторона для заготовки. Она очень быстро и легко приклеивается. Все супер. Есть кисточка-подвес. И тут я немножко сделала, ну, добавила своего творчества. Просто из остатков бисера, а его осталось, видите, ну, достаточно, сделала вот такой вот подвес. Просто красивый на нитку нанизала этот бисер. И вот так вот получилось. Здесь вот серый и голубой бисер участвуют. Также есть красный. Ну, красного, в принципе, здесь немного. Он только верхушки и внизу фонарика. И, соответственно, остатков немного. И я решила в подвес уже этот красный бисер не добавлять. Но остатки остались неплохие. Вот по бисеру вот то, что красного у меня осталось. Значит, этот весь я утилизировала, пустила в ход. И по ниткам ниток осталось очень и очень много. Мне кажется, здесь есть еще на два фонарика, может быть, даже и на три. Что радует, это то, что на этом органайзере он номерной, да, а в ключе все нитки подписаны номерами ДМС. И то есть я могу эти нитки добавить в свою коллекцию и использовать при отшиве уже других работ. Это тоже очень приятно, потому что ниточки ДМС, они у нас никогда не лишние, всегда в хозяйстве пригодятся. Значит, такой вроде бы, на первый взгляд, он маленький, этот фонарик. Я думала, сейчас сяду, его за пару часиков сделаю. Но не тут-то было. Потратила я на него чуть побольше, где-то более трех часов, может быть, три с половиной, слушала аудиокнигу и вот занималась всем этим делом. Конечно, для меня непривычно вышивать на пластиковые заготовки, тем более на прозрачном таком пластике я тоже вышивала первый раз. Но особой разницы я не увидела, то на то. Чуть медленнее, расход ниток чуть больше. Ну, как обычно, и, соответственно, закреплять нитку. Я, ну, в начале работы всегда делаю петелькой, а в конце работает чуть-чуть посложнее, да. Ну, тем хорошо можно использовать и узелки, потому что с обратной стороны потом все это заклеивается, и узелков не видно. Это тоже большой плюс. Тут, казалось бы, крестиков нет ничего, но после я все-таки так это потрудилась, посчитала. Ну, я считала и бисер как крестик. И, в общем, всего здесь получилось 560 стежков. То есть три с половиной часа на вышивку и сборку этого фонарика, я считаю, даже быстро. Хотя в начале я думала, ну, здесь, наверное, 200-300 крестиков, не больше, но нет, нет, такие маленькие вещи, они обманчивые. Но я вот просто села от и до занималась этой игрушкой. Благо время воскресенья позволяла. Хорошая такая вещь для того, чтобы сделать что-то быстренькое, для того, чтобы сделать быстрый подарок, если вы хотите что-то вот такое рукодельное, милое, красивое подарить. То есть, ну, 3-4 часа своего времени все равно вам придется на это потратить, но это не так много, как если бы вы там вышивали, я не знаю, какую-нибудь более большую, более весомую работу по крестикам, да. И получается вот такая вот милая штучка, которую можно подвесить где угодно, не обязательно на елку, можно и на полку, и в машину, ну, куда вам душа скажет ее повесить. Это тоже очень классно. Значит, что еще? Проблем никаких не было. Повторю, схема простейшая. Материалы все замечательные, прекрасные. А, да, было вначале у меня немножко, знаете, это я называю тупить. Просто вот я села и затупила. Когда я начинала работу, я видела, что верх и низ у нее разные. И, соответственно, я по схеме смотрела, чтобы вот вверх, да, это шел, тут у нас один должен быть, ну, пустая клеточка, да, для вышивки. То есть вот она, бисеринка, да. Потом там идет пять. Ну, вот на эти вещи я ориентировалась. Ну, почему-то я затупила и стала считать именно дырочки, отверстия в этой пластиковой основе. И их, соответственно, у меня получалось на одну больше. Я не могла понять. Может быть, мне какая-то бракованная доставалась. А потом до меня дошло, что я считаю отверстия, а нужно считать, как мы же делаем крестик, да. То есть у нас стежок состоит из четырех отверстий. То есть тут я немножко вот затупила. Ну, мне можно, я гуманитарий. И да, это я так всегда отмазываюсь. В общем, ну, быстро я поняла свою ошибку. Это сказывается также еще то, что я не шью в промышленных масштабах, как многие девушки у нас, рукодельницы, такие вещи. Я ни в коем случае это не осуждаю. Мне нравится, когда у рукодельниц готовых много таких работ, целые коробочки, коллекции образуются. Ну, вот как-то меня, наверное, на такое не сильно тянет. Но иногда попробовать и получить удовольствие от быстрого результата, быстрого процесса я только за. В общем, море положительных эмоций. И вот такая неожиданная работа у меня появилась. Да, можно ее считать как за отдельную работу. Почему бы и нет. Добавить в копилку вышитых работ за год. Кстати, год уже стремительно завершается. И, кстати, вот этот фонарик мне тоже помог создать новогоднее настроение. Я вот даже ткани достала новогоднее, чтобы на их фоне все это вам показать. Да, наверное, нужно такие вещи вышивать, делать, создавать самим себе праздник, предчувствие праздника. Предчувствие праздника иногда даже важнее, чем, собственно, сам праздник. И вам я желаю вот эти оставшиеся недели провести в мире с собой, в ожидании, в предвкушении праздника, в ожидании чуда. Мы всегда ждем чуда. И не важно, когда оно наступит, на Новый год или, может быть, позже, может быть, в течение года. Ну, в любом случае, будем загадывать желания, будем, как всегда, мечтать и воплощать свои мечты в реальность. А на этом я с вами прощаюсь, друзья. Надеюсь, вам было не скучно со мной. По традиции, желаю вам мегавышивального вдохновения. Творите красоту. Ну, а с вами была Светлана. До новых встреч в эфире. Пока.